Пятый канал представляет Вам что-нибудь подсказать, Никита? Лидия, да? Лидия, есть у вас что-нибудь из глины? Из глины? В смысле? Уточните, пожалуйста, у нас отдел хозяйственной посуды. Есть, например, фаянсовый горшок. Какой горшок? Ты глухая? Я говорю, из глины есть что-нибудь у вас или нет? Возьмите себя в руки. Никита, как вам не стыдно? Вас вообще никто не спрашивал. Хам. Вот это возьму. Чашу таракотовую. Извиниться нет желания? Чего? Перед кем извиниться? Перед тобой? Ребята, помогите! Вы что себе позволяете? Что, с ума сошел? Кто за это платить будет? Нет, ничего, Лидия. Жизнь таких наказывает. Я, умниус, приношу в жертву агонца сего во славу твою, астарот. Пусть жертвенная чаша наполнится кровью. Слушайте, это же просто испытание силы моего духа. Так вот, я его прошел. Ничего не испугался. Может быть, хватит? Не надо, мужики. 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 Да! А-а-а! Играя! Здравствуй, Эдик! Здравствуйте, Отец Александр! Я тут подумал, а что если нам сайт наш обновить? Чтоб работал побыстрее, выглядел посовременней. Ну а что, это хорошая идея. Пойдем, обсудим. Эдик, ну мысль, конечно, здравая, но для этого специалист нужен, там, профессионал. Есть такой. Лучший в городе программист, который сайтами занимается, Никита Дубровин. Никита? Я категорически против. Кто угодно, только не он. Он вчера в магазине на Лидию накинулся, чуть не с кулаками. Ну ладно вам, мало ли, что у человека случиться могло. Я бывает тоже, ну, а потом раскаиваюсь. Это да. Эй, ну правда, надо на чай разобраться. Пусть Никита извинится, тогда поговорим. Да ишь как. Слушай, а ты этого Никита-то хорошо знаешь? Его Даша знает. Попроси Дашу позвонить. Ему пусть договорится о встрече. Мы попробуем все мирно решить. Хорошо. Я сейчас ее наберу. Давай. Сережа, что с тобой происходит? Что, контрольная по математике? Да нет. По контрольной все в порядке, там пятерка. Так а что не так-то? Ты хотел, чтобы я учился на отлично, я учусь. Что еще надо? Классная твоя звонила. Говорит, что ты стал совсем неуправляемым, что всем учителям хамишь. С ребятами драки провоцируешь. Вон на форуме каком-то сидишь. Ну что с тобой? Ничего. Просто я теперь сам собой управляю. То есть, по-твоему, драться, ругаться, хамить это управлять собой? Нет. Просто я теперь сам решаю, как и с кем мне разговаривать. Сереж, сам решать ты будешь, когда вырастешь и будешь сам себя обеспечивать. Это ты меня куском хлеба попрекаешь? Ты где фраз таких понабирался? Ты как с матерью разговариваешь. Я могу с тобой теперь вообще не разговаривать. Тем более, общих тем у нас нет. Так. Это ты этому на форуме научился? Дай я посмотрю, что там пишут. Не надо лезть в мою жизнь. Эдик, ты чего так долго? Все в порядке? Не могу до Даши дозвониться. Вызов идет, а ответа нет. Ну так, может она звук отключила? Да или просто не слышит. Не знаю. Что-то мне как-то не по себе. Она себя в последнее время как-то странно ведет. Как будто скрывает что-то. Эдик, ну давай не будем думать о плохом. Пойдем, пойдем. Да. Да. Пойдем. Да. Пойдем. Пойдем. Да. Никита? Никита! Никита! Что за дела? У тебя дверь открыта! Даша, что здесь произошло? Я не знаю. Я очнулась, увидела нож. Убийца! Я не убивала! Я не убивала! Олег, открой день! Не сходи с ума! Я не виновата! Алло! Полиция? Здесь убийство! Олег! А зачем вы пришли к жертве? Я вообще техник по ремонту электроники. Мы с Никитой пересекались иногда по работе, помогали друг другу. Вот сегодня договорились встретиться, а тут… Ясно. Спасибо, что проявили бдительность, гражданскую позицию. Мы с вами еще не закончили. Виталик! Отведи в машину. Ну, рассказывайте, Дарья, что произошло? Я пришла к Никите по делу. Вошла. Дверь была открыта. А потом меня как будто по спине ударили, и я отключилась. Очень интересно. Давайте поподробнее. По какому конкретное делу вы пришли? У нас с Никитой был уговор. Даша, если что-то надо, ты не стесняйся, обращайся. Кстати, я обращусь. Да? Ты не мог бы дать моему Эдику вводный урок программирования? Не знаю, Даша. А толку будет? Это же не молитвы ваши читать. Тут мозги нужны. Даша, тебе нужен нормальный парень. С нормальной работой. Эдик твой ни фига не зарабатывает. А ты опять начинаешь? Я тебе сказала, мы только друзья. Ладно. Только я бесплатно с ним возиться не буду. У меня и так работы по горлу. Хорошо, конечно, я заплачу. Пока. Пока. Вот, я ему деньги принесла. Это с каких пор молодежь наличкой расплачивается? А с карты на карту не перевести? Ну, у него карта КП была привязана. Он сказал, что не хочет лишний раз налог платить. Хорошо. Приобщим к уликам. Какие улики? Вы посмотрите, здесь все в крови. Если б я его убила, я бы тоже вся была в крови. И, судя по температуре тела, его убили часов в 12 назад. А я пришла только утром. Это откуда такие познания в криминалистике? Ну, я вообще-то медсестра. А еще, еще у него рюкзак пропал. Какой рюкзак? Такой коричневый, приметный. У него там была вся техника. Ноутбук, телефон 1300. Может, он его где-нибудь оставил? Нет, он его всегда с собой носил. Ну, версию ограбления мы обязательно отработаем. Да. Хотите, Дарья, я расскажу, как было дело? Вы пришли к Никите. Он к вам стал приставать. И вы его ударили ножом. Правильно? Да что за бред? Мы с Никитой были просто друзья. Это не бред. Самооборона – это совершенно другой срок. Мы хотим вам помочь. Сознайтесь. Я никого не убивала. Дарья, вы задержаны. До выяснения всех обстоятельств сделаны. Да как они могут Дашу в таком обвинять? Моя Даша, она добрая, заботливая, она неспособна. Эдик, да не переживай. Мы во всем разберемся. Я думаю, что Даша просто оказалась в не том месте, не то время. Здравствуйте. Здравствуй, Эля. Отец Александр, мне очень нужно с тобой поговорить. Ну, конечно. Эдик, наедине. Прости, Анна, мы очень торопимся. Мы же торопимся. Ну да. Ты не мог бы меня две минуты в машине подождать? Нет времени ждать, отец Александр. Тогда я сам. Я не вовремя? Да нет, все нормально. Что ты хотела? Что случилось? Саш, я не знаю, что делать. С Сережей что-то происходит, и я его просто не узнаю. Со мной он не разговаривает, весь замкнулся. Может, ты как-то по-мужски с ним поговоришь? Ну да, возраст у него сейчас такой непростой. Поговорю, конечно, поговорю. Только можно чуть позже? У меня просто дело есть важное. Конечно. Ну, что говорит наша доблестная экспертиза? Все подтвердилось. Никита был убит именно найденному Даши ножом, и на рукоятке ножа, только ее отпечатки. Неужели и вправду Даша убийца? А что тебя удивляет, Юр? Ну, как минимум, отсутствие внятного мотива. Ух! Любовь – страшная сила. Да ну при чем тут любовь? Если между ними произошла потасовка, должны остаться следы, ссадины, синяки, а на теле у Даши ничего не обнаружено. Что же она, просто подошла и ударила его ножом? Ну, а помнишь, месяц назад в деревне Нижние Назики… Да подожди ты, Степаныч! Толя, скажи, на теле убитого Никиты есть следы драки? Никаких. Равно как на теле у Даши нет ни следов борьбы, ни побоев. Ну, Даша сказала, что ее что-то ударило в спину. Ну, чисто теоретически, если это был, например, короткий разряд электрошокером, то он практически не оставляет следов на теле. Ну, она же потеряла сознание. В противном случае, она не стала бы нас дожидаться на месте преступления. Так она и не собиралась. Если бы не пришел этот… Олег? Спасибо, студент. Не запер бы ее и не позвонил нам. Здрасте-то какие… Скажи, Толя, а мы можем по Дашьному телефону выяснить, где она провела ночь? Нет. Пришел ответ от оператора мобильной связи. Ночью телефон Даши был выключен, поэтому отследить его невозможно. Даши был выключен. Здравствуйте. Здорово, Эдик. Проходи, садись. Здравствуй, Эдуард. Эдик. 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 Что, не общайся со мной? Он же так агрессивный, я просто просила. Просто ты права, я другой стал. И другой я гораздо лучше, чем был. Монах твой идет. Пока. Не понял. Вот что, с этим Никитой что-то было? Эдик, с ума не сходи. Ничего не было. Мы с Никитой просто друзья. Эдуард, я тебя правильно понимаю? О том, что между Дашей и Никитой не было никаких отношений, тебе известно со слов Даши. Санктасимплицитас. Ну, святая простота. Да подожди ты, студент, не умничай. Я Дашей верю. Эдуард, я тебя очень хорошо понимаю, но и ты тоже постарайся нас понять. У Даши нету алиби. А улики против нее есть. Ну и что мы должны делать, Эдуард? Отпустите ее, пожалуйста. Детский сад, штаны на лямках. Санктасимплицитас. Ну, видишь, какое качество видео? Где ты еще такое найдешь? Все, давай мы едем. Нормально все. Договорился? Да. Точно не спалимся? Да расслабься, дело верное. Здравствуй, Лидия. Здрасте, батюшка. Ну, как дела? Слава Богу. Отец Александр, вы посмотрите, какие нам замечательные вазоны привезли. Возьмите. Лид, ну я, честно говоря, по другому вопросу. Давай с вазонами потом. Послушай, я хотел узнать, как закончилась история с Никитой. В магазине было двое парней. И когда Никита начал скандалить, я им крикнула, ребята, помогите. Они сделали вид, что не слышат. А потом... А потом они за ним следом вышли. Ребята, помогите! Вы что себе позволяете? Что, с ума сошел? Кто за это платить будет? Жизнь таких наказывает. А ты уверена, что они за ним следили? Ну... Ну, выглядело это так. Еще я одного из парней узнала. Он с моим старшим братом в одной секции тренировался. Да? Ну-ка, расскажи поподробнее. Хорошо, батюшка. Есть. Засекли телефон Никиты по номеру ИМЭЙ. Вот здесь это было. В пригороде, в районе леса. Студент, ты чего, совсем с ума сошел? По какому номеру? ИМЭЙ. Телефон включали с другой симкой. Она левая, безымянная. Но местоположение можно определить с помощью специальной программы. Ну, так бы и говорил. ИМЭЙ, не ИМЭЙ, кого? Парни, минуту. Да, отец Александр. Юр, привет. Я тут кое-что выяснил насчет убитого Никиты. Ты представляешь, в день убийства за ним следили. Может быть, еще скажешь, кто? Ну, я пока только одно имя выяснил. Игорь Осокин. Бывший боксер, может быть, опасен. Игорь Осокин? Хорошо, отец Александр, спасибо большое за информацию. Мы обязательно его пробьем. Ну, все, давай. Есть такой. Игорь Осокин. 28 лет, не женат. Профессионально занимался смешанными единоборствами. Год назад был задержан в Петербурге по подозрению в причастности к вооруженному ограблению, но был отпущен за недостатком улик. Толя, ты можешь пробить его местонахождение по номеру телефона? Уже делаю. Получилось. Смотрите, как быстро передвигается. Похоже на машине. И это в том же районе, где засекли телефон Никиты. Пора отца Александра брать в штат оперативников. Ну, что стоим? Поехали? А это точно та дорога? Ну, вот Толя пишет, что машина Осокина двигается прямо нам навстречу. Ну, что, будем здесь ждать? Да. Я зайду с тыла. Удачи. 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 Мы что, тебе техпомощь, что ли? Ну, сидите тогда, ждите. Что там у тебя? Да непонятно. Вот заглох на ровном месте. Слушайте, давайте я сейчас на нейтралку поставлю, а вы толкнете машину. Давай. Смотри-ка, Степаныч, какой у нас тут рюкзачок приметный. На землю! Брось оружие! На землю, Лёг! Все, все, на землю! Юра, ты как? Нормально. Травмат. На землю тебе сказали. Ну, гражданин Бурков и гражданин Асокин. Чем веселить будете, почтенную публику? Ну, мы… Мы ничего не знаем. Шли по лесу. Видим, рюкзак лежит. Мы и подобрали. Открыли, а там… Ну, ему зачем добру пропадать? Шли, шли. И нашли. Нам известно, что вы выходили в сеть вот с этого смартфона. Кстати, как вы его разблокировали? У меня вот не получилось. Мы… Мы ничего не делали. Он просто включился, и все. Да, так и было. А ценная информация на смартфоне осталась? Или вы ее удалили? Да мы… Ничего не удаляли. Просто хотели трубку продать. Все. А вот у нас есть информация, что вы следили за Никитой Дубровиным. Э, э, вы что нам пришить пытаетесь? Мы никакого Никиту знать не знаем. Вы ничего не докажете. Ну что, развеселить у них не получилось. Тогда приступим ко второй части. Нападение на сотрудников полиции при исполнении. 318-я статья УК РФ. До восьми лет лишения свободы. Игорь. Игорь. Сережа. Серега. Здорово. Здрасьте, Дед Саша. Привет. Я пойду. Присяду? Ну, как дела? Нормально. Мама нажаловалась. Да нет. Наоборот. Она за тебя порадовалась. Говорит, ты теперь сам управляешь своей жизнью. Да, есть такое. Ну вот вами кто управляет? Бог? Бог всем управляет. Ну а если не Бог, то кто, по-твоему? Человек. Человек сам собой управляет. Бог дал человеку свободу выбора. Да я не об этом. Понимаете, человек может стать сверхчеловеком. Обрести сверхспособности. Он, по сути, может стать Богом. О как. Знаешь что, Серега? Расскажу тебе одну историю. Был у меня в армии товарищ Женька. Сань, я что-то не пойму, зачем нам этот опорник? Приказы сначала выполняются, а потом обсуждаются. Внимательнее будь. По сторонам смотри. Трехнись, ты чё, бессмертный? Круче. Я заговоренный... Заковаренный, говоришь? Ничего себе. А что дальше было с Женей? Ну что, поумнел. Понял, что никакой не сверхчеловек и не особенный. И жив остался. Но потом в храм пришел, покрестился. И вы общаетесь с ним? Конечно. В Ярославле живет. Созвонимся, переписываемся. Все в гости, обещает заехать. Ты мне вот что, Серег, покажи мне, пожалуйста, где ты прочел про эти сверхспособности. Мне просто очень интересно самому, правда? Ладно, сейчас. Вот. Так. Ага. Я Омниус, посланник Астарота. Слушай, а этот Омниус, он когда-нибудь маску с лица снимает? Нет, вы что? Если кто-то его без маски увидит, умрет. Серег, а ты можешь мне ссылку на этот сайт прислать? Ну, мне интересно, я изучу. Сейчас. Угу. Все, отправил. О, пришла. Угу. Вам знакомы эти места? Может быть, Серега. Может быть. Ну, вы правда думаете, что я убийца? Все улики против тебя. На месте преступления твои отпечатки пальцев. На орудии убийства твои отпечатки пальцев. Как вы познакомились с Никитой? Никто не обязан свидетельствовать против себя. Я требую адвоката. О! Вот видишь, Степаныч, какая образованная молодежь пошла. Угу. Ну, Дашенька, расскажите нам подробно, как вы познакомились с Никитой. Это очень важно. Возле бара. Даш, подожди! Да сто! Ты вообще знаешь, кто я? Кто? Пьяный дурачок? Я полубог. Я знаю места силы в нашем городе. Места с черной энергетикой. Мы не договорились. Олега! Перебрал? Девушку в покое оставь. Ты по-русски не понимаешь? Тебе по-другому объяснить? КОНЕЦ 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 Никита. Тридцать лет. Детей нет. Холост. Программист. Даша. Есть парень. Понял. Ну, я все равно вас провожу. Хорошо. Пойдемте. Пойдемте. Чего же ты сразу не рассказала, что он неадекватный? Разве вы меня спрашивали? Вы меня сразу обвинили. Да, Степанович. Рановато мы этого Олега отпустили. Ну, а что мы могли ему предъявить? Господи, Боже мой. Если это возможно. Доминует же Дашу. Чаша несправедливого наказания. Господи. Прошу тебя. Унижь меня, Господи. Да, Юрий Петрович. Здравствуй, Эдик. Скажи, пожалуйста, там отец Александр у тебя случайно не рядом? А то я никак не могу до него дозвониться. Он в покоях, наверное, может быть, не слышит просто. А что случилось? Да у нас появился новый подозреваемый в деле об убийстве Никиты Дубровина. Отец Александр Юрий Петрович звонит. Это срочно. Вас ищет. Да, Юр. О, Саш, привет. Скажи, пожалуйста, тебе случайно не знаком Олег Трофимов? Да нет, не припомню. Мы думаем, что у вас есть один общий знакомый. С чем на этот раз пожаловали отец Александр? Поговорить с вами хочу. Об одном форуме. Чаша. Слышали про такой? Впервые слышу. Интернет нам здесь запрещен. А форум как будто с ваш слов записан. Вот как под диктовку. Чаша для жертвенной крови. И каждый жертвенный агнец должен сам ее принести на свой суд. Сильная мысль. Ну, все, что я знаю о чаше, это... Как же там сказано? Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, а, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Евангелие от Луки. Николай, с памятью у вас все хорошо. На поправку идете? Ну, просто всегда рад поговорить о священном писании. А вы знаете, а вы как будто все вот на эту камеру говорите. Ну, уж вы скажете. Зрителей-то у меня здесь нет. А ведь камеры-то разные бывают. Ну, наверное, об этом лучше спросить у того человека, которых и устанавливал. Правильно? Ваша чаша, ваш выбор. Втягивать меня в свои измышления не нужно. Ну, не нужно, так не нужно. Мне ваши глаза все сказали. А! 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 Гюр, мы правильно едем, нет? Ну, если Саня с координатами ничего не напутал, то пока правильно. Да ведь этот Талек у нас, можно сказать, в руках был. Ладно, хватит причитать. Давай лучше на газ нажми. Давай, 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 давай. О, очнулись, батюшка. Олег, что-то мне подсказывает, ты хочешь сделать что-то нехорошее? Вы просто поразительно проницательны, батюшка. Ты суд свой надо мной хочешь совершить? Как Аверин учит, ты наш разговор через камеру слышал. Какой Аверин? Да я знаю все. И все проверено узнают, если со мной что-либо случится. Вся информация в полиции будет. Блефуете, батюшка. А ты уверен в этом? Вы все равно ничего не сможете ему сделать. Учитель – великий человек. Учитель. Микрофоны в камере очень чувствительные. Вы можете просто тихо бормотать себе под нос. Я все равно все услышу и все пойму. Я буду надиктовывать свое учение, а ты записывай. Я понял. Но вы мне лично сказать можете, в чем основной смысл вашего учения? Запомни главное. Никого прощать нельзя. У тебя есть враги, которые обидели тебя смертельно? Конечно, есть. Сверши над ними суд свой и будь к ним беспощаден. А знаешь, Олег, я вот одного понять-то не могу. Как это Никита не догадался, что это ты под маской? Ну, расскажи мне. Расскажи. А последней воли убирай еще. Вы серьезны? Все мечтают получить сверхспособность. Как в сказке. И Даша тоже мечтала? Даша – дура. И Никита – дурак. Он сам растрепал переписки на форуме о ее грядущем визите. Мол, не посвятить ли в нашу тайну новую сестру. Глупо было бы не воспользоваться. Еще вопросы будут? Может, мне сразу явку с повинной написать? Олег, да твои последователи. Тебя же и сдадут. Вы про тех идиотов, что рюкзак Никиты вытащили. Да кто им поверит? Они уголовники. На них убийство и повесят. Остановись, Олег. Не губи свою душу бессмертную. Я умирать не боюсь. Я в Бога верю. А ты в дьявол. Хватит болтать. Я, Умниус, приношу жертву Пагансу сего во славу твою, Астарот. Пусть жертвенная чаша наполнится кровью. Не двигаться! Стоять, полиция! Нож выкину! Лесом вниз, сатанист недоделанный! На землю! Извини, на самом деле у нас все было под контролем. Да я бы и сам справился. С божьей помощью. Эдик, прости. Я хотела сделать, как лучше. А меня-то спросить не забыла? Давай я сам буду решать, что для меня лучше. Можно подумать, ты ангел. Я никогда ошибок не совершал. Совершал. Но я за это поплатился и был наказан. А я, по-твоему, не наказана? Я вообще-то не в санатории была, а в камере сидела. Я пытался тебя оттуда вытащить. Я знаю. Ладно. Пойдем. Сережа, к тебе снова гость. Привет, Сергей. Здравствуйте. Вот после службы решил к тебе заявить. Вы знаете, форум удалили. Говорят, его убийца вел. Правду говорят. Меня, между прочим, этот убийца чуть астароту, жертву не принес. Ты из-за меня все? Я не хотел, правда, извините. Серега, наоборот. Ты, между прочим, помог поймать убийцу. Так что тебе огромное спасибо. А ты что загрустил? Получается, это все сказки. И я не смогу стать сверхчеловеком. Человеком-то стать очень непросто. Не у всех получается. А у меня получится. Я просто так маму обидел. Думаю, получится. С Божьей помощью. А перед мамой извинись. Мама всегда поймет и простит. Мама. Прости меня, пожалуйста. Сыночек. Конечно. Слава Богу. Ты знаешь, да хочется жить В зимнем саду Спящей вишней Что по весне Рассвести Дерево Дерево Для новой жизни Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Продолжение следует...